Ну и дела. Только мы с Джимом выбрались из каменной пустыни и, не поверите, заблудились. Мы долго блуждали по пескам и наткнулись на великана. Этот великан, мистер Туртур, вообще-то великан понарошку. Издали он очень большой, но вблизи вполне нормального роста. Между тем, лиси убеждают, что мы погибли, а злодей Пипопо вернулся в Мандулу, чтобы отнять трон у отца лиси, пункт Гинго. По роману Михаэля Энде Джим Баттон. Художники Тео Керп и Хериберт Шульмайер. Исполнительные продюсеры Продюсер и режиссер Бруно Бьянки Джим Баттон Джим Баттон Джим Баттон Джим Баттон Ворота к краю света Ох, и зачем быть пиратом, если нечего потопить? Да, скоро я сам утону от скуки Ну, хватит! Нужно что-то сделать, пока пушки не заржавели Он прав, парни Предлагаю выбросить что-нибудь за борт и расколошматить ядрами Да, отличная идея А что ты предлагаешь выбросить за борт? Как насчет бочек? В трюме их полно? Да, отличная идея Тогда вперед, парни! За бочками! За бочками! Черт, опять не везет! Сидишь тут, никогда не повеселиться Кто первым потопит бочку, получит двойную порцию пудинга Эй, что это? Разрази меня гром! Судно прямо по курсу! Прямо по курсу! Ах, спокойно жизнь почтальона Дроп, при такой погоде? А-а-а! А-а-а! О, нет! Моя почта! Скорей бы мне уйти на пенсию Эй, эй, ягод не жалей Тринадцать нас седло Но с нами не шути И лучше не вставать У банды на пути Гром и волния! Что это такое? О-о-о! Э-э, видите ли, капитан Мы потопили судно Да, огромный корабль Двести пушек Ага, молодцы парни Корабль был с богатым грузом У-о-о! Что? Но это же наши бочки Теперь вся наша провизия размокнет И вы отправитесь за борт Если не выловите все назад На счет три Ну вот, капитан Все, что нам удалось спасти Но из этого можно набрать коллекцию марок Очень успокаивает нервы Я слышал Дай посмотрю Что? Я не шибко грамотный Но в рисунках точно могу разобраться Этот парень Джим Баттон Джим Баттон? Он же покойник Как он мог послать письмо Если лежит в земле? Может быть, он вовсе не покойник Как мы думали Нужно предупредить об этом Миссис Скалозуб Уверен, она наградит нас За эту новость Эй, Люк Взгляни туда А? Как думаешь, что это? Не знаю Похоже на большие трубы Подъедем ближе Можно? Как скажешь, приятель О, нет Джим Слезай вниз Быстро Это торнадо Может, свернем? Нет Мы слишком близко Держись Крепче Вы просто кучка Жалких Дерзких Человечишек Мне надоело Смейтесь Или зажарю Стоп Это смех? Кого вы хотите надуть? Думаете, миссис Скалозуб Не слышала смеха? Больше жизни Смех 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 Надоело Если не хотите помогать Я вас просто сварю Испеку Закопчу Зажарю А вот тебе, маленькая всезнайка Я советую Опустить голову Я кланяюсь только тем, кого уважаю Людям, а не драконам Что ж Придется научить тебя уважению по-драконовски Лучше поторопись Ведь мой отец, император Скоро придет сюда с войском И твое время кончится Твой отец, император Да Ты разве не слышала, моя бывшая принцесса? О чем, ведьма? О, бедная, бедная дитя Тебе никто не рассказал? Твой дорогой папочка Томится в заточении И уже давно А еще прекраснее то Что мой старый друг Пипа-по Готов занять его место Ты просто лживая ящерица Так Ты не хочешь мне верить Вот Я только что получила личное приглашение На коронацию самого почитаемого И уважаемого Пипа-по Будущего императора Мандалы Доктор Стетоскоп Будьте добры Удалите эту ленивую и дерзкую девчонку Вон из класса О, конечно, миссис Скалозу Сию минуту Я вывезу тебя из этих песков в один миг Люк, полюбуйся-ка Да Похоже на руины древнего города египтян Как забавно Они жили в треугольных домах? Это пирамиды, дружок Египтяне в них не жили А только покоились Видишь, эти огромные пирамиды Строились как гробницы Для египетских фараонов Ого, огромная пирамида Только для гроба Представляешь, какие большие у них кладбища Пошли, Люк Посмотрим поближе Не все сразу, парень Сначала откопаем Эмму Эй, Люк Эти египт... Эмм... Древние люди Выглядели так Странно Это боги, Джим Как их тогда представляли? Смотри Почему они все стоят боком? Ну, потому что... Эй, взгляни туда А? Ничего себе! Да, похоже, арка новая Это странно Очень-очень странно Эй, может, это ворота к краю света? Все может быть Но единственный способ узнать точно Это пойти и посмотреть Похоже, ты прав, Джим Это единственный путь вперед Значит, это точно ворота к краю света О, Люк, посмотри на эти надписи Давай остановимся на минутку, а? Конечно Если хочешь Но я не смогу прочесть Ай, какие красивые рисунки Это не просто рисунки Это и иероглифы Египтяне довольно много знали То, что мы видим Это их письмо Значит, египтяне писали рисунками Ну, прямо как я, Люк Ведь я тоже развит не по годам Ну, да Можно сказать и так Пошли Нам пора ехать Да Хотел бы я знать смысл этих иерог... Ээээ... Знаков Оглуши меня, Гудок Что это еще за чертовщина? Что происходит? Почему мы снова едем под аркой? Не представляю Я еще никогда такого не видел Может, если я разверну Эмму Мы сможем узнать, в чем дело Ржавые клапаны Должен быть выход Жди здесь Люк, Люк, Люк Джим, я у тебя за спиной Но это невозможно Ты шел туда Удивительно Похоже, что мы влипли Люк Может, ответ вы Ро и Ло В рисунках? Может быть Но ведь мы должны их расшифровать Можно хотя бы попробовать Что мы при этом теряем? Ты хоть что-нибудь понимаешь? Я ничего Я тоже Но тут часто видны мужчина и женщина Я тоже их заметил Но что это значит? Как будто рисунки о чем-то рассказывают Знаешь, что забавно? Похоже, я ее уже видел Брось, Джим Это невозможно Этим иероглифом тысячи лет Да, знаю Но все же Эй, Люк Вот здесь Смотри Совсем как статуэтка мистера Туртура Но она пустая Это женщина с рисунков Я знал, что видела ее Ну, хорошо Сходство есть Ну и что это нам даст? Я не знаю Пока Но я уверен, что статуэтка войдет Вот сюда А? Джим, милый По-моему, ты только что нашел выход О-о-о Невероятно Настоящий дворец Спрятанный прямо посреди пустыни Люк, я чувствую, что за нами кто-то следит Кто здесь? Выходи к нам, покажись А? Эй Ты женщина-статуэтка Вас прислал фараон? Умоляю, незнакомцы Не говорите, что мы здесь А? Послушайте Нас не присылал фараон Да И кому мы скажем? Вокруг никого нет Никого? А как же все жители Абу-Актона города над нами? Очень жаль Но города нет Только руины посреди пустыни Ах! Не плачь, Адилис Прошло столько лет Наверху время поглотило всех людей И разъело камни города Ты прав, Орис Теперь мы одни Простите Не хочу прерывать, но... О, простите, добрые путники Должно быть, все это вас смущает Прошу, выслушайте нашу историю Но предупреждаю, печальнее ее вы не слышали Абу-Актон был богатейшим и красивейшим городом на всем континенте Купцы со всего света приезжали за тканями и драгоценностями, которые встречались только здесь Мой отец был фараоном Рамзеком Вторым Он был добр, справедлив и любим народом Он был хранителем священных песочных часов Которые давали ему власть повелителя времени Однажды я познакомила отца с Орисом Которого полюбила больше жизни К несчастью, отец не смог смириться с тем Чтобы дочь фараона вышла замуж за строителя пирамид Он запретил мне встречаться с ним И обрек меня на заточение в моей комнате Но любовь была слишком сильна Мне удалось выкрасть священные часы И завладеть властью над временем Если бы горькая слеза упала на священные часы Песок бы стал влажным И течение времени прекратилось бы Я взяла часы и убежала с Орисом Отец не смог снести такой обиды Он послал стражу искать нас по городу, приказав расправиться с Орисом на месте Не знаю, куда бежать Мы укрылись под священной аркой Где никто не посмел бы искать нас Наше горе было столь велико, что слезы текли без конца Прямо на священные часы Священный песок стал сырым Перестал сыпаться и тогда Время остановилось Вот это все Должно быть мы провели под землей тысячи лет О, это так грустно Да уж Поэтому Арка нас не пускала Мы тоже пленники, застрявшие во времени И не можем идти вперед О, бедное дитя Если бы я знала, что мой рассказ так на тебя подействует Не только ваш рассказ Дело в том, что я тоже влюблен в принцессу Нас разлучили, как и ваш отец хотел разлучить вас О, бедный мальчик Где же твоя принцесса? Почему ты не с ней? Она в плену у злобной драконихи в горе земли Мы с Люком шли спасать ее Пока не застрялись здесь Своей храбростью ты доказал любовь, благородство и мужество Эти достойные качества помогут преодолеть преграды Кто бы вам не мешал Это точно Вот почему мы должны поскорее пройти арку Мы понимаем это И хотели помочь вам Но не можем Время замерло здесь на века Боюсь, что вам придется навсегда остаться здесь с нами Миссис Колозуб? Что такое? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А-а-а-а! У-у-у-у-у-у! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Знаете, миссис Колозуб, этот Джим крепкий орешек. Нам не поймать шельмица. Очень скоро ему удастся вызволить этих иди... О-о-о! О-о-о-о-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Вы... Вы жалкие неудавшиеся драконы! Олухи с куриными мозгами! И сколовые чудилы! Откуда вы сняли амулет? Ну, миссис Колозуб... С шеи Джима Баттона... А он тогда еще дышал?! Нет, ну, то есть, слабо Слабо? Я превращу вас в угли, если не скажете правду Парень был жив, да или нет? Но определенно ненадолго Именно так мы оставили Джима Паттона моим кузеном Грифом Они о нем позаботились, это точно Точно то, что ваши кузены такие же тупицы, как вы Джим Паттон жив и движется сюда, стража Звали миссис Колозуб Придумай наказание пострашнее для этих двух недоумков Что ж, лучше утаить эту новость от моих человечков Меньше надежд у них, меньше проблем у меня Но мы должны выйти отсюда Лиси ждет, что я ее спасу Я не могу нарушить клятву Возможно, дело в священном песке Если его высушить, он посыпется и тогда Время вновь пойдет вперед Будь осторожна Если стекло треснет от жара, все пропало О, гляди Надеюсь, теперь все в порядке Но узнать наверняка можно, поднявшись наверх Да, получилось Спасибо вам О, не бойтесь Это Эмма, мой верный локомотив Что-что? Люк, четыре тысячи лет назад локомотивов не было О, Орис Взгляни на эти руины Что стало с нашим прекрасным городом? Ничего не осталось Лишь прах А, Диллис, Орис Нам... нам очень жаль Идите скорей Когда песок намокнет, время опять замрет Счастливого пути, друзья И, Джим Баттон Мы от всего сердца желаем, чтобы ты нашел принцессу И чтобы потом вы жили счастливо И свободно Не как мы Идите же Скорей Люк, почему так трудно кого-то любить? Вот, Адиллис и Орис заперты навечно Они потеряли все, чтобы жить вместе и любить друг друга А я должен скитаться и рисковать жизнью, чтобы найти Лиси Знаешь, Джим Какие бы преграды не пришлось преодолеть Любовь того стоит Ага, конечно Ага, конечно Бррррррррррррррррррррррр Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова